то что клип про дебит не зашел в этом мы знаем все это факт но парень который работал у тебя до этого сада знаешь сейчас работает где и так я хочу вам продемонстрировать своего коня иди когда ты ни разу не сосался с лошадьми и очень сложно оценивать реальность давайте такой сделал небольшой спор в парке горького где куча наших подписчиков гуляем вы оденете шлема и проверим как будут ли вас узнавать так как без шлема чё совсем собяла да я так жалко прям вас хочется подойти ладно парни я вас узнал привет тебя напрягает уже до ситуации тебя зачем фишка тебе прям видно что тебе надоело шоу-бизнес то что узнают медийность ты бы хотел если бы мог выбрать другой путь блять да я встал бы футболист это же еще хуже футболистов же еще узнают больше стал бы футболистом и женился просто а мог бы просто блекой-то бизнес бизнесменом утром поехать на работу вечером слушай ты зазнался да походу тебя узнают да давай свою церемонию сделать давай 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 винация хоча давай вроде выиграет прорыв года бро и фрик года а вот выходим никто смотришь правда смотришь дневник хоча не не смотришь по 500 рублей по 500 рублей нагнали о молодец дай бить давай показывай а вы знаете кто написал обезьяне обезьяны текиле это вот рома бестселлер это человек который писал супер хит и горного которого я один из первых начал слушать и говорил что это супер крутой чувак я просил его в свое время пригласить чтобы он выступил в одном месте и он стоил тогда очень недорого но никто никто в него не верил а потом буквально полгода прошло и он гремел на все снг суть круто первый наш гастроль по россии это был варонеж вообще варонеж да у нас был там закалка в духа приятно было познакомиться а премия случае отброви да прямом эфире он побреет брови если получит премию Мне нужно сказать спасибо моей главной подруге Оле Бузовой, которая меня поддержит, любит. Скажи, скажи. Спасибо моей главной подруге Оле Бузовой. Я буду пересмотреть дом 2 чаще. Ты так смотришь? Не смотрю его. Может быть, ты что-нибудь принесешь? Итак, ребят! Вы что, мотоциклисты? Райперы? Красава! Покажешь? Не так умею. Смотри, смотри, смотри. Умеешь так? Я так обычно паркуюсь. Паркуешься? Красава. Я знаю, кстати. Можешь не показывать. Мы верим. А я и не буду, знаешь. Та хуй надо. Зачем? Ну, буду. Ты знаешь, вот мой фирменный трюк, когда ты одним мизинцем дотрагиваешься до мотоцикла и он крутится вокруг тебя. Саня не может повторить. Не может, да. Можешь не показывать, я верю. Бро, я и не буду, потому что у меня болит сегодня мизинец. Брат, дай совет. Ну, как бы, мизинец даст пидорас. А, или как? Нет, брат, дай нормальный совет. Если болит мизинец, не выебывайся. Слушай, ты бы сел в свою тачку и ехал отсюда. А теперь ты. Слушай, ты шпажник, бля. Шпажник или как это, да? Ну, ясненько. Ну, все-таки, может быть, упизнушит. А можете похуериться? Да, все. Вот это контент. Вот это контент, бля. Вот это контент. Просто поехали, ты. Что у тебя, блоки или перки что ли, а дыша приходишь? А, я уже голову-то помыл сегодня? По тварям. Так ты мне ее подгонишь? Да. Давай. Так нету! А какой? Подгони Олегу! Реплику! Ты, шлем за 20-ку. То fare не говорила?! Пиздецком. А ты, знаешь, почему он тебя с собой бля? взял. Он мне набрал, сказал, что не хочет тебя дома оставлять, потому что боится, что ты украдешь что-нибудь. Не пасе, он сказал, что ты здесь побудешь сейчас, увидишь, что все в порядке и уедешь. Ну как, собственно, я свою девушку взял. Короче, пойду я пожру, а? Слушай, давай как бы не начинай, да? Слушай, на тебя не рассчитывай, на друга. На тебя работа, да? Вот смотрите, к нам пришел парень молодой. Хочет делать он рукой, вот делает рукой. Будущий наш фигтовальщик, будущий наш фигтовальщик. Здравствуй, фигтовальщик, меня зовут Олег. Я буду тебя учить, вот так, вот так, вот так тебя буду учить. Вот так, вот так, вот так, вот тебя буду учить. Теперь к нам выходит другой фигтовальщик. Здравствуй, подожди. Раньше мотоциклы вы любили, а теперь вы фехтовальщики, тут-то сделай выбор сам, ты парень, либо фехтовальщик, либо нахуй. У тебя есть купюра? Купюра? Да, любая. Май, только вернуть надо. Я обещаю, подожди. Если не вернешь, блядь, часы заберу. Я вернусь, живай. Что тебе такое? Стой, она покрускает у тебя в руках, я попробую про что-то сделать. Давай. Сложи ее вдоль, пожалуйста. Вдоль? Вот так? Да, да, вдоль. Ну, пожалуйста. Давай, посевай. Лучше бы ты отдал кому-нибудь камеру, да, и сам бы все сделай. Положи купюру на свою правую руку. Сань, подромче говори, Сань. Я, да, окей. Положи купюру на правую руку. Представь, что ты в эту кутуру сейчас вкладываешь... Насрал. Насрал. Ну, тоже, как вариант, вкладываешь много энергии. У тебя сырье, то он много вкладывает энергии. Ты настолько классно все сделаешь, держи вот так. Что если взять... А, это же просто. Да, довольно классно. Просто, ерунда. Ерунда, согласен. А если вот так перевернируешь... Так, классно. Статическо-электричество, веришь? Конечно. Что ты веришь, я знаю, она есть. А, это я выложу. Мит, подожди, сколько стоят твои очки? Мои очки бесценные. Серьезно? Я понятия не имею. Мои вот пятнашку стоят. Да, рейбаны видно сразу. Ты знаешь, могу сказать, что мои очки... А, покажи очки. Подгон моего стилиста. Я понятия не имею, но я думаю, что нам с тобой не стоит мериться. Слушайте, а в шоу-бизнесе только такие разговоры, да? У кого что, сколько стоит, нам не стоит мериться. Очками. Мы про друга все вообще знаем. Прям все? Не понаслышке. Ты что, мы летали в Аргентину, что может быть ближе? Бля, да, это круто. Мы летали в Аргентангу, стейки. Ну, я не буду говорить, что там еще было. Да, было? Да, что было в Аргентине, а там в Аргентине. Да говорите, я вырежу, если что. Нет, мы не можем. Турцмитя потеряла телефон на такси, и вот мы искали его телефон. А, всего лишь? Это было только начало этого путешествия. Бля, ну галстук пиздец, очень круто. Слушайте, галстук на самом деле прилетел ко мне из Аргентин. А можешь его полностью показать? Да, я могу его показать полностью. Он туда вниз идет. Да, блядь, он кидал. Точно. Стрелка, блядь, куда упадет. Понимаю. Как ты это делаешь, Олег? Слушай, а чтобы научиться, надо писать директ? Привет. Я Олег, и я бармак. Если ты хочешь научиться делать вот так. Давай более четкие какие-то фазы. Я понял, что ты вожжешь. Не просто напиши мне в директ. Тебе это ничего не стоит. Я помогу тебе. Напиши ему в директ. Афон, как ты можешь прокомментировать то, что ты каждый раз приходишь и проебываешь? Мне кажется, здесь где-то подвох скрывается. Что-то не так. То ли Олег гадает ночью, сидит, чтобы у меня вот так все плохо шло. Что это такое? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Субтитры сделал DimaTorzok